Гянджа. По городу, находящемуся далеко от линии фронта, Армения пустила баллистическую ракету. Свидетели, пережившие ракетный обстрел 17 октября, говорят, что все члены семьи из пяти человек были убиты в одном доме, и четверо в другом. Выжила только маленькая девочка. Та ночь была ужасной. Погибли дети. Так журналист французско-немецкого телеканала Арте в своем репортаже описывает ракетный обстрел Гянджи со стороны вооруженных сил Армении. Автор отмечает, что армянские военные выпустили баллистическую ракету ночью по спящим мирным жителям. Съемочная группа телеканала пообщалась с гянджинцами, которые стали свидетелями тех ужасных событий. Каждый день они приходят на место разрушения, чтобы почтить память погибших близких. Съемочная группа телеканала Арте также побывала в освобожденном Визулинском районе, показала кадры актов вентализма, совершенных армянами за время оккупации. В репортаже представлены и мнения известного фотографа Риза Дегати, который запечатлел на ленту события начала 90-х годов прошлого века. В интервью он рассказывает об инциденте, произошедшем в те годы с уроженцами района. Физулинцы во время боев хотели сесть в автобус. Однако армяне остановили его, забрали женские украшения, сумки и даже обувь. Затем они начали стрелять, по ним. Выжили только те, кто успел сбежать. История всегда учит, а информация остается. Нам просто нужно открыть глаза, чтобы увидеть истину. Я чувствовал то же самое, испытывал ту же боль, когда бывал в других зонах боевых действий. Кроме того, журналисты телеканала Арте побывали в Тартарском и Бординском районах, которые также подверглись обстрелам со стороны вооруженных сил Армении. Отмечается, что в результате данных атак погибли и ранены мирные жители.